На днях у наших южных Челябинских соседей приключилась почти киношная полицейская погоня с сиренами, громкоговорителями, стрельбой и даже попыткой спастись пересечением границы штата. О том, что некто за рулем вазовской девятки учиняет беспредел на улице Танкистов в горном городке Аша, граждане пожаловались в полицию ближе к вечеру. Патрульный экипаж, примчавшись на место, тут же обнаружил искомое средство передвигания странными маневрами. Рулевому предложили почетную капитуляцию, но он двинул встречное предложение за ним погоняться. Полицейские перчатку подняли и погнали. Гонка протекала в направлении братской Башкирии, в сторону села Казаяк, которая столь же крайняя на ее востоке, сколь и Аша на Челябинском западе. Нет, понятно, конечно, что Аша не США, и пересечение границы с Башкирией автоматически не отменяет полномочий челябинских полицейских, но те все же постарались все успеть сделать на своей земле. Для этого они сначала предупредительно, а потом и прицельно из Макарова постреляли. Несколько километров старая зубила еще пропылила с убитым колесом, после чего рулевой все-таки встал и сбежал, оставив машину вместе с пассажирами как трофей гаишникам. Ни свое, ни жалко. Сначала полицейские нашли официального владельца девятки. Он рассказал, что накануне ее неисправную как раз и отдал, видимо, для починки знакомому 33 лет от роду. Ну, тот, видимо, починил, ну и, видимо, давая ее обкатывать. Когда на следующее утро его задержали, то выяснилось, что прав вводить автомобиль он, отродясь, не имел, зато имел проблемы, когда однажды отказался от медосвидетельствования. На этот раз ему взрисовали аж семь протоколов на все деньги. Зайду без прав, без ремня, без ОСАГО, на неисправной машине, ну и за неостановку по требованию.